Спорт день за днём представляет проект Территория спорта день за днём Санкт-Петербург, северная столица российского спорта В каждом районе города есть площадки и арены, которые способны удивить Мы расскажем, где можно полноценно тренироваться, не отходя далеко от дома и от места вашей работы В новом году спорт день за днём посещает не только тренировочные площадки, но и любые культурные места, связанные со спортом Петербургская зима больше двух месяцев никак не могла решить, заваливать всё вокруг снегом или заливать лужами Только к середине февраля по всему городу стоялся плотный снежный покров, и это было как раз вовремя К февральским праздникам в спортивном кластере Северной столицы на Крестовском острове в Приморском парке Победы раскатали лыжню серьезного уровня 23 февраля она приняла региональный турнир «Спринт на Неве» с участием молодых лыжников и знаменитостей с Олимпиады Территория спорта день за днём не могла пройти мимо такого события Вместимость Крестовского острова не перестает удивлять Вдобавок ко всем спортивным объектам, ко всем стадионам Здесь удалось без особых проблем проложить спринтерскую лыжную трассу Полтора километра прямо по центральным аллеям вокруг фонтана Фонтан, правда, зимой не работает, а то было бы совсем феерично А вас еще удивляет, что в каких-нибудь Нидерландах в маленьком по площади городке помещается десяток стадионов высокого уровня Вот так они и помещаются На одном островке можно разместить арены для сотен тысяч атлетов из нескольких десятков видов спорта Было бы желание Конечно, часть аллей пришлось переградить сетками И чтобы не сильно притеснять гуляющих местных жителей, организаторы пошли на хитрости Например, под одной из горок сделали переход на другую сторону аллеи Идешь, а у тебя над головой проносятся лыжники Благо, спринтерская дистанция совсем короткая И сильно мудрить с маршрутом тут не требуется Главное, чтобы был хороший снег под лыжами, а с этим очень повезло Как раз к 23 февраля установился крепкий мороз, далеко за минус 10 Погода при этом солнечная и почти безветренная Лучших условий для лыжных гонок просто не бывает Звездные гости события, олимпийский чемпион по биатлону Юрий Кашкаров И олимпийская чемпионка по лыжам Любовь Мухачева Заявили, что такой снег, как гладкий пол в квартире Ходи и не падай Спринт на Неве это два в одно Для спортсменов это турнир регионального уровня, куда съезжаются более 300 участников Подавляющее большинство, конечно, из Петербурга Но есть гости еще из 9 регионов, вплоть до Сахалина и Якутии Благодаря Александру Большунову и компании популярность равнивных лыжных гонок в России находится на взлете Люди вновь убедились, что это зрелищно, весело, а для лучших мастеров порой и доходно Хотя до футбола все еще очень далеко Помимо, собственно, факта турнира, важно то, что эта лыжня в центре Петербурга продолжит работать до начала марта включительно И в дальнейшем, как ожидается, станет отправной точкой постоянного притяжения лыжников в зимнее время Северная столица в 20 веке рождала множество классных гонщиков Но сейчас их все меньше и меньше на мировом уровне Традицию стоит возрождать Что же касается зрителей, то для них этот спринт – возможность увидеть Приморский парк победы в необычном оформлении И познакомиться со звездами спорта Помимо легендарных ветеранов, на турнир приехали чемпионы недавнего прошлого Герои Олимпиады 2010 Никита Крюков и Александр Панжинский прибыли в Петербург, чтобы поучаствовать в турнире Для них даже был устроен банкуверский реванш Ведь именно в Ванкувере на Олимпиаде они бились за золото до самой финишной черты Опередив суперзвездных скандинавов на целую спринтерскую вечность Тогда только фотофиниш рассудил, что Крюков чуть-чуть опередил Панжинского за счет своего фирменного финишного рывка Если бы развитой техники не было, олимпийскими чемпионами признали бы обоих россиян После соревнований Александр Панжинский сказал, что турнир здесь в Петербурге получился очень крутым И пожелал, чтобы лыжный спорт стал таким же популярным, как футбол или хоккей А до старта турнира долго и упорно фотографировался с болельщиками Между прочим, далеко не всякий футболист сборной России вызывает такой интерес у простых зрителей Для многих петербуржцев, особенно для старшего поколения, этот турнир стал откровением Ведь спринтерские гонки у нас долго не приживались Многие удивились, что лыжная трасса всего-то полтора километра Может это дети бегут? Многие российские фанаты лыжного спорта до сих пор спринты недолюбливают Возможно, такие старты помогут их переубедить Пусть городской спринт не так суров, как марафон в Мурманских горах или Архангельском лесу Зато для городских болельщиков это гораздо понятнее и эффективнее А лыжная трасса в Приморском парке Победы продолжает свою работу Вскоре мы сюда еще вернемся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова